Зачем я режу стакан, заливаю шампунь в лейку душа и наливаю воду с лимонной кислотой в пластиковую крышку? Сегодня я расскажу об этих и других интересных хитростях для дома, которые способны упростить нам жизнь. Всем привет! Меня зовут Саша. Однажды, находясь в гостях у подруги на даче, она пожаловалась мне на свое новое средство для мытья посуды. О том, что оно плохо справляется с жиром и вообще ей не нравится. А до ближайшего магазина и с дачи не так-то просто добраться. Я вспомнила про одну хитрость, которая позволит сделать моющее средство намного эффективней. Смешиваем наше моющее средство с водой в пропорции 1 к 1. Далее добавляем 1 чайную ложку соды, 2 чайные ложки соли. Все тщательно перемешиваем. А затем заливаем в дозатор. Гель для мытья посуды, которым моя подруга была так недовольна, действительно стал работать намного эффективней. Он отлично справился с жиром, остатками пищи и я думаю, что со всеми остальными трудностями тоже справится. И я думаю, с таким способом можно улучшить не только средство для мытья посуды, но и любое средство для уборки. А следующей хитростью со мной поделилась подписчица Елена. В моем телеграм-канале она рассказала, как используют не по назначению канцелярские прищепки. И о том, что можно с помощью них организовать хранение зубных паст. Очень часто, если зубная паста заканчивается, то она уже теряет форму и тюбик не может удобно стоять на полке. Но можно эту проблему решить с помощью канцелярского зажима следующим образом. У меня есть вот такая полка в ванной и она идеально подходит под этот совет. И спасибо огромное Елене за то, что поделилась со мной этой идеей. Кстати, если вы тоже хотите поделиться какими-то своими идеями, фото или видео, то приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там делиться подобной информацией максимально удобно. Ссылку найдете в описании к этому ролику. Недавно я обнаружила, что все ножницы в доме затупились. И спросила у мужа, есть ли у него какой-то инструментарий для того, чтобы затохить. Муж сказал, что когда приедет с работы домой, мне в этом поможет. Но я вспомнила одну хитрость, как с помощью подручных средств подточить все ножницы в доме. Для этого нам понадобится самый обычный стакан. Не бойтесь, мы не испортим его. Раз-два и наши ножницы как новенькие. Берите на заметку. Напишите в комментариях, а как вы затачиваете ножницы. С удовольствием почитаю. В моей жизни было две ситуации, когда мыть полы становилось крайне затруднительно. В первом случае это были проблемы со спиной, а во второй – беременность. С больной спиной или большим животом трудно наклониться, чтобы намочить и отжать половую тряпку. И я рада, что теперь существуют гаджеты, которые упрощают процесс мытья пола. С моим комплектом для уборки с автоотжимом Парекс Вандера можно вымыть полы, не намочив рук. Тряпка крепится к швабре на специальных липучках. В начале уборки я набираю чистую воду в специальную камеру. Вращение швабры создает вакуум. Вода поднимается через отверстие, очищая тряпку с помощью щетки. Грязная вода в это время сливается в отдельные камеры по бокам. Таким образом, тряпка всегда смачивается только чистой водой, что существенно упрощает уборку по сравнению с обычным ведром, в котором нужно периодически менять воду, чтобы не полоскать тряпку в грязной воде. Сама швабра очень маневренная, а высота головки позволяет добраться до самых труднодоступных мест – под шкаф или стеллаж. При помощи режима сушки можно убрать лишнюю влагу. Он срабатывает при быстром нажатии на швабру. В этом режиме на швабре проявляются оранжевые круги. Грязную воду легко слить через специальное отверстие. Заказать комплект для уборки Вандера и другие товары Парекс можно на Озон по ссылке в описании, а по специальному промокоду это будет сделать еще и выгодно. Упрощайте уборку себе и близким. А вы знаете, что с помощью самой обычной резинки можно помочь себе организовать удобное хранение. Наверное, можно придумать много способов по ее использованию, но тот, которым я хочу поделиться, пришел мне спонтанно. Я отрезала кусок резинки, продыроколила с двух сторон, повесила два крючка на липучке на дверцу обувного шкафа. И вот таким образом закрепила чистую обувь. Хочу сказать, что и брать, и ставить обувь на место удобно. И да, при этом обувь должна быть чистая. Этот способ выручать в этих случаях, если у нас критически мало места в обувном шкафу, и нужно использовать всю площадь максимально, чтобы уместить все наши пары обуви. Ставьте лайк, если у вас была такая ситуация. Вы покупаете какой-то сыпучий продукт, используете его один раз, потом этот пакет кладете в шкаф и забываете. Потому что, возможно, этот продукт в вашей семье принято есть крайне редко. А потом через время эту пачку можно уже найти с жучками. Но есть один простой способ избежать этого. И после первого использования закрепить пачку так, что она будет как новенькая и никто в ней не заведется. Для этого нам понадобится фольга и утюг. Отрезаем кусочек фольги. Далее кладем наш вскрытый пакет. Следующим образом закрываем его фольгой. И проходим по поверхности утюгом. Теперь пачка снова запаяна, как будто только что из магазина. Для меня этот совет стал настоящим спасением. Недавно мы ездили на море. И в такие поездки я всегда стою перед выбором, чтобы взять как можно меньше вещей, но в то же время все самое необходимое, чтобы тоже у нас присутствовало. А полотенце на пляже, как понимаете, это вещь необходимая. Поэтому я решила компактным способом их сложить и отправить в сумку. И сейчас я вам покажу этот способ. Если сложить полотенце таким образом, то можно легко взять их в путешествия, на море, в поход. Они не займут много места. Да и на полке в ванной тоже можно хранить их именно таким способом. Если вам подарили комплект постельного белья, но размер наволочек не подходит под вашей подушке, не расстраивайтесь. Можно легко это исправить, сложив наволочку следующим способом и надев ее на подушку. Вот так без иголок и ниток мы подогнали наволочку под нашу подушку. Ну а сейчас немножко понудю насчет некоторых советов, которые нашла в интернете. Я увидела, что с помощью пластмассовой крышки можно почистить сетку, которая установлена в кране. Для этого в небольшом количестве воды разводим чайную ложку лимонной кислоты. После чего наливаем эту жидкость в крышку, а крышку цепляем крану. Вот таким образом. Оставляем на некоторое время и по задумке весь налет и загрязнение, которые были в этом месте, должны остаться в крышке. У меня загрязнений немного выпало. Интересно попробовать эту хитрость на каком-нибудь очень старом кране и посмотреть, сколько грязи и налета может отвалиться. Ну, у меня вот такие результаты. Моей лейки для душа уже больше пяти лет. И я думаю, что пора бы ее поменять. Но недавно увидела один интересный лайфхак о том, как можно ее быстро и легко почистить. И, недолго думая, решила его испытать. Все загрязнения внутри лейки должны выйти наружу вместе с водой. Но у меня этого не произошло. То ли лейка моя не настолько загрязнена, как я думала, то ли это просто нерабочий способ ее очистки. Куплю-ка я, пожалуй, новую. Если вы знаете, как можно обновить старую лейку для душа, напишите, пожалуйста, свои советы. Надеюсь, что сегодняшние идеи вам понравились и какие-то из них пригодятся в быту. Пишите в комментариях, какими хитростями вы пользуетесь, как упрощаете себе быт. До новых встречи! Ваша Саша